Тот, кто ранее противостоял Годжа, сильнейшему шаману современности и даже в некоторой степени превосходил его, врывается в битву против Сукуны. Раскрытие силы и проклятой техники Мигеля, которой удивился даже сам Король Проклятий. Сражение набирает совершенно других масштабов, наконец-то шаманы решили выстроить другой план для битвы с этим монстром, однако не только они привнесли что-то новое, Рюмин Сукуна расчехляет свой козырь, которому он обучился у Годжо, так что грядет великая резня и тут уж посмотрим, что нам покажет Мигель. Ну а также напоминаю, что пристать свою любимую мангу, мангу манькуа, вы сможете на риманга.орг. Здарова, ребятки-анимешники, у микрофона Зиг, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 255-й глава манги «Магическая битва», я переводил ее сам и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Глава демонстративно начинается с большой панели с Биг Стронг Бойс, которые спасли Уй-Уй и раненого Куса Каба. Последователи Сугуру Гетто, Лару и Мигель пришли, чтобы противостоять королю проклятий. И уже в этот момент Рюмин был в предвкушении проклятой техники афро-шамана, который сумел забрать пацана с телепортации прямо у него из-под удара. Однако, прежде чем перейти к этой битве, Гега поведал нам, как вообще эти двое оказались на этом поле битвы. Ибо изначально Мигель был категорически против сражаться с Сукуной, даже осознавая проблему того, что слияние японцев с Тенгеном может выйти большой опасностью и для его родины. А поскольку его приглашали, надобив противника после того, как он выгорит после боя с Годжо, Мигель считал, что в таком случае к нему с такой просьбой должен был приходить сам Сатору, а не Юта, умоляющий его согласиться на эту авантюру. Однако, в любом случае, ответ от него был бы все равно отрицательный. Да и ему больше не хотелось иметь никаких дел с Японией. Лар уже упомянул важность почтения памяти Гетто, за которыми не следовали. И в таком случае им стоило все вместе сразиться с этим противником, чтобы вознести почести их короля и передать привет ему на небеса. Вот только как один из его последователей, Мигель заявляет, что Сугуру Гетто сейчас находится в аду за свои деяния. Но все же в знак уважения ему он все-таки согласился пойти сражаться. Однако, при условии, что они присоединятся к битве после того, как Годжо и Юта проиграют, а сам Сукуна больше не сможет использовать расширение территории. И естественно, Лару тоже пойдет с ним. Так что появление Мигеля на поле боя было вовсе не случайностью. Он выжидал нужного момента. И сейчас настал его черед. Ведь Король Проклятий действительно не мог использовать расширение территории после боя с Сатору. Да и еще его обратная проклятая техника была слаба, раз уж противник до сих пор не смог исцелить себе сердце и одну из четырех утраченную руку. Но даже в таком состоянии Рюмен нагонял на него ужас. Сам же Сукуна долго немедля тут же их атаковал. Однако Лару, избегая удара, появляется перед противником и, используя свою проклятую технику, с огромной силой впечатывает двуликово в здание. Вот только такая техника была ему нипочем, поскольку он с легкостью вырывается из-под ее давления и наносит ответный удар оппоненту. Но в этот же момент из-за спины своего товарища выбегает Мигель, намереваясь атаковать следующим. Сукуна же предиктит это и на опережение атакует его множеством разрезов. Однако Мигель, словно боженька, без проблем уворачивается ото всех его атак и даже не попал под чудовищные силы прямой удар ногой Рюмин, который своими осколками чуть ли не изрешитил Лару. Но тот успешно избежал кончины благодаря своей технике. А собственно его проклятая техника называлась Захват Сердца, которая способна была захватывать выбранную цель воображаемой рукой. Эта рука даже после уничтожения легко восстанавливалась, но с условием, что 1 десятая урона будет принести на владельцу. Такая техника была вовсе неинтересна Сукуне, ведь в ней не было никакой изюминки. А вот техника афро-шамана наоборот казалась ему очень интригующей, поскольку Мигель будто в танце миновал все его атаки. Проклятая техника Мигеля Хакуна Лана состояла в том, что шаман использовал свое тело для ловли ритма, дабы уклоняться от проклятий. Также эта техника бафает физические характеристики владельца и дебафает противника, если тот не использует расширение территории. И собственно вот и ответ, почему Мигель для своего присутствия на поле битвы требовал, чтобы Ремин не смог использовать РТ. Даже сам Годжи отмечал полезность этой техники, но она не представляла угрозы для тех, кто был способен использовать расширение территории. Видимо поэтому Сатуру и Мигель в фильме 0 будто сражались на равных, так как при всех прочих свойствах черной веревки, вероятно он сражался еще и используя свою технику. А учитывая его хорошо подготовленное физическое тело, Годжи говорит, что в некоторых ситуациях даже ему пришлось бы нелегко с ним сражаться. Возвращаясь к битве, Мигель резко сокращает дистанцию с Сукуны, блокирует его руки и наносит прямой удар в торс. И пока Двулик втерпал, в бой незаметно присоединяется Чоса, атакуя его копьем крови, но Сукуны успевают увернуться и тут же контр-атакуют одного из картин смерти. Однако и тут Ремина обвели вокруг пальца, поскольку Чоса был лишь отвлекающим маневром для появления Юльзи, который с двух рук наносит удар сверху. Главный герой смог более-менее подлетиться и уже готов к сражению. Подавление Двулик войдет полным ходом, в этот раз маги решили скооперироваться и всей толпой атаковать противника. Гега также поведал нам больше информации о технике Сукуны под названием Разрез Мира, для реализации которой ему нужно сложить печать как при активации демонической гробницы. Но так как в бою с Годжи Двулик и утратил одну из своих рук, ему пришлось использовать связующую клятву, чтобы активировать данную технику. То есть спустя столько времени мы наконец получили объяснение, каким образом Король Проклятий смог поразить Разрез Мира Годжи Сатур. Однако ценой этой связующей клятвы стало то, что теперь Сукуна для активации этой техники должен использовать одновременно как печати, так и заклинание активации, попутно задавая направление рукой. И тут внезапно появляется маги, которая выжила после Черной Молнии и отсекает Двуликому еще одну руку, тем самым полностью лишив его возможности кастовать Разрез Мира из-за связующей клятвы. Понимая это и видя, что противник не способен нормально использовать обратку, так как все карты слаживались в их пользу, Итодори решает действовать решительно, осознавая, что это их тот самый шанс на победу. Однако Сукуна внезапно применяет на Лару Черную Молнию, после чего рассказчик объясняет нам, что Годжа сумел восстановить выброс Проклятой Техники после применения второй Черной Молнии. То есть Двуликий решил использовать этот же прием Сатору для того, чтобы восстановить выброс П.Е. Если это так, тогда Рюмен в итоге сможет применить обратную Проклятую Технику, а после даже возможно использовать Домен, чтобы полностью подавить Проклятую Технику Мигеля. А видя это довольное выражение лица, я чувствую, что следующая глава будет совсем не радостная для протагониста. Да и вообще интересно, продолжит ли Афро-шаман сражаться в таких невыгодных для него условиях, или же у него тоже нечто припрятано. Узнаем это уже в 256 главе. И также не забывайте, что представить свою любимую мангу, и не только, вы сможете на rimango.org. А на этом ролик подходит к концу, пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok